Приветствую всех, у нас тут кое-какие новости про новый Outlast, и как всегда инфы к сожалению не так много, но есть и хорошие новости, которые мы с вами сегодня обсудим. Ребят, не забывайте ставить лайкос и оставлять комментарии, так вы поможете продвинуть это видео, да и меня это очень сильно мотивирует. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Не так давно бочки выкатили новый видос про Outlast страйл, с которым было опять рассказано про ужас, страх и все такое. Общий посыл нового ролика от бочек заключается в том, как работает страх, почему мы боимся и что это все будет в новой игре, бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Также в этом видео наконец-то появился царь, отец всего, Филипп Моррис. Ой, то есть Морин. Ну и в целом ничего больше из уст разработчиков мы не услышали, поэтому давайте рассмотрим некоторые детали в данном ролике. Нам показали отрывки нового геймплея, где игрок держит некое взрывное устройство, слева сверху находится задание, которое необходимо выполнять. Мне кажется, что я уже упоминал подобное в предыдущих видео на данную тему, но да ладно. Видно главное и второстепенное задание, в главном необходимо достать какие-то пакеты, а во второстепенном собрать постеры. Очевидно, я уверен на 99,999% что задания будут разнообразные, хотя опять же не исключено, что главным заданием будет являться доставка пакетов. Но это лишь мои догадки. Показатели стамины, хп и прочего справа снизу также присутствуют, хотя на самом деле выглядят они не в тему. Надеюсь на то, что это специально предназначено для теста геймплея. Сверху посередине находится то ли какая-то шкала, то ли еще что-то, на самом деле непонятно. Ну и справа сверху вообще ничего не видно. Во втором кадре с геймплеем игрок берет аптечку. Анимация оставляет желать лучшего, но вернемся как к предыдущим кадрам геймплея и внимательно присмотримся в левый нижний угол, где можно практически без труда разглядеть, что снималось это все в июле 2021 года. То есть получается весь геймплей, который нам показывает, с высокой вероятностью является ранней версией игры, точнее ранней альфа версии игры, поэтому так все и выглядит. Далее следует еще один геймплей, но рассматривать в нем нечего. Логически можно додумать, что если геймплей, который нам показывают датируется 2021 годом, то игра вероятнее всего появится уже в считанные месяцы. Ну а теперь плохая новость. Я бы сказал, что очень плохая. Что-то по типу «Филипп Морин, а можно чтобы в новом Аутласте была сюжетная линия?» Twitter Red Barrels. Вопрос. Будет ли игра основана на сюжете, как последние две игры с возможностью многопользовательской игры? Или вы ребята в основном сосредоточены на кооперативной перспективе? Ответ. В Аутласт Райлс не будет такой же нарративной структуры повествования, как и в других наших играх, поскольку это совместная многопользовательская онлайн-игра, в которой люди также смогут играть в одиночку. Ну хоть на этом спасибо. На самом деле сюжет для Аутласта как раз составлял ту самую атмосферу и давал игрокам теоретизировать и выдвигать гипотезы на различные темы. Очень плохо, что не будет сюжетки. Прям очень хреново. Это значит только то, что лор по итогу получится слабым. Но это мое предположение. Надеюсь хоть на какое-нибудь раскрытие сюжета альтернативным способом, по крайней мере. Но это мы уже узнаем с выходом игры. До скорой встречи. Филипп Моррис, подойди ко мне. Если сделаешь говно, то сгоришь в огне. Никогда тебе никто не будет больше верить. И канонно просто нельзя выгнать за двери.